Продолжение следует... Профессор Сретенской Духовной Академии, член Синодальной Богослужебной Комиссии Русской Православной Церкви. Сердечно благодарю за приглашение на столь представительную конференцию и должен сказать конференцию злободневную. Потому что в настоящее время, в эпоху глобализации, происходит стирание исторической памяти. И в рамках стратегии стирания исторической памяти происходит целенаправленное уничтожение древних памятников культуры. На наших глазах развивалась и развивается трагедия уничтожения церквей и монастырей в Косово и Метохии с 1999 года. Это вехи, бомбежки 1999 года, взрывы албанскими террористами в 1999-2000 и далее, погромы 2004 года и ползучий культурный геноцид в Косово до наших дней. На наших глазах разыгрывалась и разыгрывается трагедия в Сирии, где боевики исламского государства, явно не без советов своих американских инструкторов, уничтожают не только памятники древней Ассирии и Вавилона, но прежде всего памятники христианские. Взрывают христианские церкви, убивают или изгоняют христиан. Христианские памятники мусульманскими фундаменталистами уничтожаются также и в Ливии. Мы были свидетелями антихристианских терактов и в Египте. И вот сейчас этот вопрос обострился и на исторических армянских землях, в Арцахе, особенно в процессе осенней войны 2020 года, когда вооруженные силы Азербайджана при участии Турции и турецких наемников, а также завербованных турками, наемников и террористов, осуществляли агрессию против Арцаха на фронте и тылу с применением тяжелого вооружения, ракетно-артиллерийского вооружения, тяжелой бронетехники, боевой авиации. И, к сожалению, приходится признать, что использовались запрещенные виды вооружения – кассетные бомбы, фосфорное оружие. Отметим, что удары наносились не только по военным, но и по гражданским объектам, в том числе и по христианским памятникам. Это, конечно же, знаменитая шушинская церковь, Сурб-Казанчацоц, храм Христа Всеспасителя в Шуше. Церковь дважды обстреливали 8 октября. По ней пришелся тяжелый ракетно-артиллерийский удар, при этом пострадали мирные граждане и журналисты, укрывшиеся в церкви. Уже после того, как войска Арцаха покинули Шушу, церковь была осквернена, стены были испещрены исламистскими надписями. К сожалению, несмотря на подписание заявления по Арцаху, которые азербайджанская сторона обещала уважать святыни и памятники Нагорного Карабаха, в соцсетях стали появляться видео с изображением людей в азербайджанской форме, которые разбивают армянские хачкары. Отметим, что в ряде случаев мы имеем дело с надгробными памятниками. То есть эти люди глумились не только над святыней креста, но и над памятью усопших людей. Война с памятниками, война с усопшими выглядит отвратительно, бесчеловечно и в конечном счете саморазрушительно для того же Азербайджана, для той же азербайджанской культуры. По сообщению средств массовой информации, на территории Нагорного Карабаха, так сказать, неизвестными преступниками, уничтожены памятники героям Великой Отечественной войны. Нельсону Георгиевичу Степанину, героя Советского Союза, погибшему в 1944 году, и маршалу авиации Сергея Александровича Худякова. Только за то, что он был армянином. Его армянское имя Армянак Артемович Конференц. Это выглядит вдвойне омерзительно. Неизвестные, хотя, думаю, вполне известные правоохранительным органам вандалы надругались над памятью не только армянских героев Великой Отечественной войны, но и над памятью тех сотен тысяч азербайджанцев, которые, участвуя в Великой Отечественной войне, и положили свои головы ради нашей общей победы. Кому-то очень выгодно перессорить наши народы и нас этой победы, общей победы лишить. И отметим следующее. Подобное явно не случайно. И эти люди в азербайджанской форме – это всего лишь марионетки, которыми движут другие силы. Определенные центры принятия решений, центры, находящиеся за пределами бывшего Советского Союза, отточили конфликтогенные технологии. И начинается именно с риторики ненависти одних к другим. Конечно, Организация Объединенных Наций в своих материалах осуждает язык ненависти и правильно делает. Но тем не менее, почему-то ООН вооружается, когда речь идет об одних народах и молчит о других. Вооружается, когда речь идет об албанцах и по большей части отмалчивается, когда речь идет о сербах. Вооружается, когда речь идет об азербайджанцах и отмалчивается, когда речь идет об армянцах. Вооружается, когда речь идет об украинцах и молчит, когда речь идет о русских. При этом, к сожалению, Организация Объединенных Наций игнорирует те преступления, которые совершаются со стороны сил Запада угодно. К примеру, муссировалась тема обстрелов Светогорской лавры во время украинского конфликта со стороны России. И действительно, временами эти обстрелы были, но они носили случайный касательный характер. А вот удар, в результате которого погибло шесть насельников монастыря, шесть братьев, и этот удар был с украинской стороны, был проигнорирован. Многие преступления остаются без осуждения со стороны и ООН, и ЮНЕСКО, когда речь идет о рецидивных преступлениях культуроцида. Принципы ООН работают, к сожалению, избирательно, когда это выгодно Западу. И понятно, это выглядит не только несправедливо, но и разрушительно для нашей цивилизации, для жизни на Земле. Разрушительно, в конечном счете, для самого же ООН, которая дискредитирует себя. Отметим, что культура цидах – это важнейшая компонента геноцида. Ведь не случайно на оккупированной территории фашисты взрывали памятники культуры, например, Новый Иерусалимский монастырь. Не случайно они разрушали музей наших великих писателей, музей Толстого в Ясной Поляне. Не случайно фашисты, уходя из Святогорского монастыря, заминировали могилу великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это был их стиль. Уничтожение исторической памяти и духовного наследия. К сожалению, некое самое влиятельное в мире государство, некая империя добра, находящаяся на северноамериканском континенте, увы, зачастую продолжает подобные практики. Отметим, кстати, что в Соединенных Штатах Америки закон о ратификации Конвенции о геноциде не подписывался президентом в течение 40 лет. Он был разработан в 1948 году, а подписан только в ноябре 1988 года. США стали 98-й страной, ратифицировавшей Конвенцию. ООН, к сожалению, себя во многом дискредитировала, и ЮНЕСКО тоже. И поэтому необходимо создавать более действенные и более авторитетные международные структуры. И переосмыслить термин культурный ратификации, учитывая современные реалии. То, что происходит и в Сербии, и в Сирии, и в Египте, и в Ливии, и в Эфиопии, в связи с гражданской войной и активизацией мусульманских элементов, в связи с фактами уничтожения церквей и церковных памятников, насилия над духовенством. То, что происходит на Северном Кипре, когда целенаправленно, планомерно уничтожаются, разграбляются и продаются памятники культуры. То, что происходит в Арцахе. У этих преступлений очень много общих чертов. Я бы сказал, один почерк. И трудно это объяснить только действиями албанских террористов или турецких экстремистов, или действиями ИГИЛ. Чувствуется общий почерк, чувствуется общая система и чувствуется общее прикрытие. И, конечно, отдельным государствам, отдельным народам очень трудно в одиночку противостоять и предотвращать новые преступления. Это можно делать только на международном уровне и только добираясь до тех центров, которых принимают подобные античеловечные решения. В завершение отметим, что именно из культурной столицы России и Санкт-Петербурга прозвучал призыв к защите армянского духовного и культурного наследия. Сразу после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Всего через неделю, 17 ноября, было инициировано открытое письмо 76 видных деятелей культуры России к президенту Владимиру Путину о защите культурных и религиозных объектов Нагорного Карабаха. И в продолжение этого движения 16 декабря 2021 года с участием Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви на площадке Всемирного Русского Народного Собора состоялась общественно-научная сессия «Общество за мир» в Нагорном Карабахе год спустя. И в докладах звучала озабоченность по поводу уничтожения культурных ценностей в Нагорном Карабахе и не только, но и на Ближнем Востоке, в Сербии, на Кипре. И в резолюции отмечалась важность усиления международного информационно-общественно-научного сотрудничества по вопросам сохранения крестьянских памятников в конфликтных зонах, в том числе и в Нагорном Карабахе и на Ближнем Востоке. Необходимость создания международной комиссии. Хотя прошло уже несколько месяцев, но злободневность подобных предложений не исчезла. Напротив, в связи с конфликтом на Украине эта проблема еще более обострилась. Нужна общая площадка для системной комиссии, состоящая из специалистов по христианскому искусству, христианской архитектуре, духовных лиц, политических деятелей. И эта комиссия должна быть влиятельной. Должна как минимум иметь доступ к памятникам Нагорного Карабаха. И не только. Нужна совместная площадка для системной работы. Определенный опыт наработан в рамках совместной группы армянских экспертов с коллегами из информационно-аналитической службы Русской народной линии. В планах этой группы два очередных мероприятия. Одно конференция по защите духовного и культурного наследия в Ближний Восток, Кипр, Сербия, Грузия, Арцах, Украина на площадке Сретенской духовной академии. Второе. Круглый стол по правам коренных народов и разрешению конфликта. Частично признанные республики на территории бывшего СССР. При этом, разумеется, следует учесть опыт соработничества государственных религиозных структур, который нашел отражение в серии форумов в Санкт-Петербурге государства и религии. И опыт совместной работы десятков экспертов разного профиля на страницах Русской народной линии. И, безусловно, здесь важной является роль и людей церкви, и людей науки. Мы должны объединиться вокруг Христа. В этом залог совместного успеха. Отрадно, что иерархия, и Русской Православной Церкви, и Армянской Православной Церкви это понимает. Отрадно было слышать приветствие владыки Силуана и его рассказ о совместной работе Русской Православной Церкви и Армянской Православной Церкви. Будем надеяться, что широчайшая совместная общественная работа принесет свои добрые плоды. Благодарю за внимание.